Наступит весна, выглянет солнышко и наступит пора пикников. Тем более, что в Крачево-Черкесии активно развивается туризм. Есть куда поехать и что посмотреть. С развитием туризма появятся и новые рабочие места, что немаловажно для тех, кто в поисках работы. В Тиберде на средства Ростуризма планируют создать новый туристический район Джамагат. В случае победы в финальном этапе грантового конкурса администрация Крачевского городского округа получит денежные средства на реализацию проекта, который в декабре был представлен на общественных слушаниях. О том, какие изменения произойдут с реализацией туристического проекта узнавал Алихан Лепшоков. Туристический проект Джамагат прошел уже предварительный этап и вышел в финал. Именно в этом живописнейшем месте Тиберде в случае победы в конкурсе будет построен туристический район. Менеджер проекта Николай Рыжков подчеркнул, что это будет культурно-развлекательное место, где можно будет отдохнуть и познакомиться с историей республики. Сейчас проект находится на стадии доработки. Уже в марте он будет представлен в финале конкурса. Что из себя представляет проект? Это культурно-развлекательная площадь под открытым небом. Это некое подобие самого известного, который у нас в России есть, наверное, розы хутора. Это коммерческие площади, мини-отели, музейная площадь. Это место было выбрано не случайно, так как в этих местах находился один из древних аулов Джамагат. Мы хотим возродить туристический потенциал Тиберды, и поэтому мы решили назвать проект в честь легендарного аула, отметил помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Чочаев. У жителей появятся рабочие места, а у туристов возможность отдохнуть в этом сказочном ущелье Тиберды. Там будет этноподворье. Вот как была в древности у карачаевцев, землянки, наверное, неправильно будут сказать. Ну, такие этнодома наши старинные. И точно так же реально мы хотим в этом квартале воссоздать казачьи дома, подворье, там, Ногайское подворье, Черкесское подворье, Абазинское подворье и так далее. Здесь будут построены гостиницы, а также места для семейного отдыха. Также появится небольшой рынок, где жители смогут реализовать свою продукцию. Помимо этого, здесь можно проводить различные культурно-массовые мероприятия. Особенность архитектуры – это использование материалов из камня, стекла и дерева. И в день старта строительства туристического района Джамагат будет проводиться флешмоб, где каждый желающий может принести по камню для строительства и возрождения этой местности. Уже в марте пройдет защита проекта в финальном этапе грантового конкурса Ростуризма. И есть большая надежда, что ребята одержат победу, и после будет дан старт строительству туристического района Джамагат. Алихан Ипшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаева, Черкесия.